Дима на Белом море, стучит зубами. А мы тут плавим снег. А вот и веер блюд. Это моя кукла, и я его попить не дам. Нашли розжиг, дело пошло быстрее. А вот это местный небоскреб. У Димы слишком большая лапка. Ой, ой, ой. Над городом на листе стены облака шел снег. Проедем по этим просторам. Алена, выбирай себе выпечку, да, Алена? Да, да, да. Алена в поисках того, и не знает, чего. В театре раздают предсказания. Мы решили приготовить имбирные печеньки. Для этого нам понадобится сахарный песок 100 грамм, мука пшеничная 450 грамм, одно яйцо, мед 165 грамм, масло сливочное 200 грамм, сода пищевая полторы чайные ложки, корица молотая чайная ложка, чайная ложка гвоздики и душистого перца и полторы чайные ложки имбиря. Убираем в холодильник на час-полтора, чтобы оно остыло, наверное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Печеньки готовы, сейчас будем делать глазурь, для нее нам понадобится 150 г сахарной пудры, 1 белок, немножко лимона или лимонной кислоты и венчик, чтобы взбивать все это дело Разделили глазурь на 4 равные части и будем сейчас красить 3 из них во синий, красный и зеленый цвета Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» В прокат вроде бы коньки 150 рублей, но сейчас уточним и скажем точно Еще здесь, как в прошлом году, елочка центральная, очень красиво украшена, виднеется рядом с небоскребом местным Дима тащит коньки, Дима себе шапку промочил, поэтому он в капюшоне Не очень удобно, конечно, но что поделать? Она у меня упала в машине на пол, а там снег растаял и все намокло Какой вот здесь коток? Правда, немножко не почищено, но вот чистят Сейчас будет почищено Как-то похолодало, по-моему, да? Да, сегодня уже холоднее, чем вчера было, похолодание началось В общем, чем история? У меня нет коньков, там мало вообще остальных размеров У меня коньки 46-й и минимум 45-й Поэтому я сейчас передам эстафету Алене У нее свои коньки, у Насте свои коньки, у ее мамы свои коньки У Дима слишком большая лапка, чтобы кататься здесь Там вообще мало каких коньков осталось А какой еще размер? Там все разобрались Там остался только 41-й, а второй коньки Сегодня мы будем кататься вдвоем Ну мама моя еще вроде должна прийти Она же собиралась верить здесь коньки Давайте проедем по этим просторам Как тебе лед? Ну так, нечищено и неровно У меня еще коньки шатаются вот так вот И поэтому я напрягаю очень много А это норма Музыка здесь, конечно, очень громкая Могли бы и потише ставить Ну как вы? Как тебе? Вообще классно, красиво так, атмосферно, весело, народу много Все украшено А тут Наташа не очень, по-моему Катались на коньках В целом неплохо Каток прикольный, красиво украшен Единственное, конечно, лед там не очень И потому что все катаются И он не супер почищен, так как снег идет Там нету, у них машины, которая чистит лед И ходят просто люди С лопатой Мне тоже, в принципе, понравился Он неплохой в парке для такого катка Я походил там немножко в ботинках В принципе, это запрещено, но Диме просто не хватило коньков Потому что у него слишком большая нога, во-первых Во-вторых, там слишком много народу Так что я не покатался Но в целом нормально Сейчас мы вот на главной площади Немножко главную площадь вам сейчас покажем А потом пойдем, наверное, кушать Местное заведение называется Грядка Там покушаем И дальше у нас кукольный театр По плану А это главная елка Архангельска На площади состоит В прошлом году мы ее снимали Примерно такая же она и была Красотища здесь А вот это местный небоскреб Не знаю, здесь этажей, конечно, меньше, чем у нас в доме Наверное, ну ладно Небоскреб Еще в этом году здесь верблюды и лошади И здесь еще ослики есть Ослики, да Они его идут на каретах и просто так Здесь целая парковка Вот лошадка уже идет Такое бедолага, смотрите, идет Да, такие мы лосы Как кавказская пленница Они тут питаются, живут А вот и верблюд Бедолага Ребенка не видно Морозится, да, ребенок на верблюде слился Просто вот такая вот тут веселая история Елка, верблюды Все в одном Лед, конечно, не очень хороший Но, в принципе, приехать вот так покататься под музыку Которая тоже очень громкая Но Есть плюсы и минусы Да, плюс огромный то, что это бесплатно Но приходите со своими коньками Как обычно Аренда коньков 150 рублей в час Но коньков нет Но если у вас большой размер ноги То лучше вообще не приходить Мы выбираем еду Получается, берешь вот такую вот штуку Тележку И на поднос нападываешь еду Алена выбирает себе выпечку, да? Да, да Ладно, мы как выберем, уже вам покажем, что взяли Вот сколько у вас всего вкусного Такой стол накрыли Поляна Мы покушали Все очень понравилось Сейчас зайдем в торговый центр Походим по магазинам У нас еще есть целый час до театра кукол Кукольного театра Как тебе понравилось это? Да, вкусненько покушали Да, наелись нормально Теперь в кукольном театре точно с цветы будем сидеть Ну да, хватит энергии посмотреть спектакль Архангельск, в принципе, такой небольшой городок Есть тут пару таких интересных мест Ну, вот честно говоря, мне Северодиск больше нравится Это вот откуда Алена И где у нее семья живет Алена в поисках того, не знает, чего Мы прогулялись по-быстрому по магазину Ничего, к сожалению, не нашли Но тут не особо выбор такой маленький Вот, и поэтому сейчас уже пойдем в театр Будем там ждать спектакль Короче, они покупают себе обувь Подходим к кукольному театру Красота Снежочек пошел Сейчас поближе проберемся сквозь сугробы Вот это вот Архангельский кукольный театр Находишь? Идем сюда Идем везде Ваш швейцар Проходите Спасибо Два ряда распределений идет друг за другом Садим В третьем году два места И в четвертом три места Да, а вот, собственно говоря, спустились мы Ну, в вестибюль Откроем Как мы поняли, приличные люди здесь переодеваются И меняют обувь А мы не в курсе И обувь не взяли Здесь симпатичные лапочки разноцветные Есть фотографии спектаклей кукольных То, что здесь проходят Какие мероприятия И мы снимаем сегодня такие похожие в свитера Это подарок мамы Алины Добрый вечер, дорогие друзья Простите В театре раздают предсказания Мы взяли себе вот такие вот бумажечки Сейчас будем смотреть, что нам предсказывают Сюрприз Так, сможете вовремя войти в нужные двери Интересно Что бы это могло значить? Да, я не знаю А что у тебя? Назвит как полюбоваться на зимний лес Ого, у тебя длинное какое-то Как бы много ни было сегодня надо Одно хочу в день, должно быть обязательно Интересно Удивлена, не думала, что в кукольном театре Так будет интересно и красиво все сделано Интерьер У нас фотосессия, а потом пойдем уже в сам театр Нам давали записочки сюрпризные А спектакль называется «Подарки судьбы» Все связано День 25 декабря был сумрачным Над городом на везде серые облака Шел снег Все было в снегу Мостовые, крыши, заборы, деревья, сада На улице не видно было ни души Мы досмотрели спектакль Обычно только что прям очень все понравилось Не ожидали, что в кукольном театре будет подобное представление Там было как и просто как в театре игра актеров Так и куклы присутствовали Но не в привычном таком, наверное, представлении Да, я думаю, кукольный театр будет, что они там на веревочках Будут где-то за ширмой и куклами управляют А там по итогу сами актеры выступали Очень классно, понравилось Очень атмосферный такой тоже спектакль И превзошло все ожидания Так что нам очень понравилось Если вдруг будете в Архангельске Обязательно заходите в кукольный театр Очень интересное представление И совсем не детское, кстати Так это и было не детское Там тут бывают детские представления Это взрослые 16 плюс спектакль У многих просто ассоциации с кукольным театром Что кукольные детей В основном детское Но это совсем не так Как вы думаете, чем занимается Дима? А мы приехали на дачу Сейчас может чок жарит Ага, вытряхивал старые угли Будем топить, как мы костер и сжигали в Керите Нашли розжиг, дело пошло быстрее Такой пар изо рта просто Да, угольки продали, не очень, конечно Как качественно Чем занимаемся? Моем помидоры снегом Понятно Интересно Контент пошел Когда подготовились Чистая Чистая, родниковая снеговая вода Итак, Наш сажали в картошку Вот такая я хозяйка А мы тут плавим снег Потому что воду мы не взяли Берем вот так вот Ложечку снега Надо побольше Ну так, для примера Несем к кастюльке И делаем вот такая вот история Побежали Страшное дело О, ой, ой, ой А он что, палает будет лететь? А по худу это Это салют Салют Ау! Салют! Это еще не все, да? Я вижу. Это что? Это называется кжиль. Абсолютно минималка. Да, 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 да. Ой, она упала. Быстрее поднимаю. Чуть-то Настя. Не на капель глаз. Сегодня мы приехали в ледовую арену на Яграх. Это город Северодвинск. Здесь будет представление, щелкунчик на коньках на льду. Будем смотреться. Сейчас пойдем внутрь. Не знаю, там вроде как будут выступать местные фигуристы. Возможно, даже и дети фигуристы. Ну, посмотрим. После этого мы поедем домой есть вкусный салат, который готовила Алена с мамой. Покажем вам его после представления. В этом здании в прошлом году или... Да, наверное, в прошлом году мы ходили. Здесь есть закрытый каток, как раз таки, на котором будет представление. А тут можно просто покататься самим на коньках. Здравствуйте, мои дорогие друзья! ПЕСНЯ ПЕСНЯ Историю должны все знать. Так давно существовало четыре королевства. Королевство цветов, сладостей, льда и тьмы. Властью пришел мышиный король, Решил захватить все королевства. Ой, кто это? Клай, фу, какая противая кукла. Не смей, он отважный, он самый сильный. Это моя кукла, и я ему в обиду не дам. Влюбилась, нашла жмиха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Смелый малый, но устоишь ли ты против моей грудной армии мышей? Я стану королем четырех королевств. Я не боюсь тебя, злодей. Хватит страшных моих друзей. Мы не боимся ни тебя, ни твою армию. Смелый малый, но устоишь ли ты против моей грудной армии. Стой, кто идет? Всего лишь я. Куда направляешься? Всего лишь я. Нет, меня зовут Клара. Никому нет хода в четвертое королевство. Четвертое королевство? Где это я? В лесу, в новогодней еле. За ревой четвертое королевство, которое объявило войну остальным трём. Войну! Мисс Клара, всего лишь я. Меня зовут Клара Штальбам. Штальбам, родственница Мари. Это моя мама. Мисс Клара, всего лишь я. Чтобы всё приобрело прежний лиц После набережной армии. В году Нового Года мы собираем урожай. Леденцы, тросточки, Чтобы их отправить на детские праздники. Дети это очень любят. Когда у нас займёт трон, Мы погрузимся в ночь. Не будет песен, танцев, сладостей, Которые так любят дети. КОНЕЦ КОНЕЦ Приехали на Белое море, На Ягры. Здесь набережная. Море, конечно, сейчас выглядит как белый сугроб, Не как Белое море, Но это уже совсем другая история. Чисто белый край, простор, Просто белая, белая пустыня. Вон даже кто-то на пляже отдыхает. Самое время Дима на Белом море. Стучит зубами. Застегни шею. Пистики. Холодно. Но после ледового шоу Самое то, на лёд пойти. Посмотреть на лёд. Красивый закат тут виднеется. Настя фотограф. Почки делает. Чё, чё, фотографируем? А, да, что-то там фотографируем, смотрите. Подсматриваем, подсматриваем. Ничего не видно. Ничего не видно. На камеру видно. Я за вас очень рада, но не от всей души. В смысле? Что-то вас видно, а у меня не видно. А ветер-то тут какой теплый. Ей, морской ветер, ветер с моря аду, ветер с моря аду. Кстати, полно вылез сегодня. Все сейчас пофотографируемся. На набережной города севера Двиниск. Это белое море. А после этого пойдём кушать салатики. Цезарь, селёдка под шубой. Всё, как мы любим. Добавляем фото Галёна с мамой. Давайте это лучше бегать. Как-то холодно. Надо куру с горячей делать. Давайте-ка до машины и до салатов добежим. Хе-хе-хе. Гей-чапа. 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 Да я лучше наведываюсь к самому дьяволу. Но вам даже в голову не может прийти мысль, что я могу почувствовать себя весь за то, что так хочу вам жаловаться. Вы ведете себя так, как будто вам безразлично ваше положение. Нет, сын, оно мне вовсе не безразлично. Довольно слабое оправдание для того, кто каждый год 25 декабря запускает руку в мой карман. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он и говорит, что хорошо, что люди знают, что он молит. И верно людям приятно, глядя на него, вспомнить первый день Рождества, Кто заставил фрамы уходить и слепых сделал зрячим. Алена, вы уходите в закат, да? Ален, говорю, вы в закат уходите. Да, всем пока. Goodbye. Bye-bye. Субтитры создавал DimaTorzok